и снова всем привет вторая часть нашего видео времяпровождение во вьетнаме показываем рассказываем о еде там в автомобилях и так далее сейчас сядем в такси и поедем ну первый таксист он отказал нам съемки идем искать другого значит со второго раза нам повезло ребят смотрите у них есть счетчик да то есть езда сухая он его включил значит посадка в автомобиль стоит 7000 7000 долгов 7000 долгов это но грубо говоря 630 метров до далее знать считается 1 километр это 15000 долгов ну и далее после тридцати одного километра десять с половиной тысяч долгов мы едем на автомобиле я вот только упустил момент как он называется называется он hyundai они все такси точно идут все на механической коробке передач смотрите прямо едем просто поехали покатаемся прямо едем все идут на механической коробке передач как такое мультимедиа системы здесь нету везде есть кондиционеры но вот кто-то ездит там с открытыми окнами кто-то включает кондиционер далее значит у них потолок оттянут пленкой я не знаю для чего это ну может как-то на или не выгорало или не выцветало что-то типа того курить машинах нельзя торпеда у них у всех обтянута вот вот такой вот штука вот таком вот таким ковриком да чтоб она у них просто просто не выгорало пробег на автомобиле ребят 300 3000 километров пробег на автомобиле вот сейчас едем сейчас едем в принципе по подвеска ничего не гремит не стучит хотя дороге у них как вам сказать в адекватном состоянии нету таких чтобы там прям какие-то кочки какие-то ямы были да есть какие-то неровности неровности такого как у нас в россии нет кто-то говорил то что очень много грунтовых дорог грунтовых дорог я поехали прямо грунтовых дорог я практически здесь ну реально не видел не встречал есть платные дороги вот ну платные дороги это когда мы едем между между городами так нам нужно на куда оживленную улицу попасть сейчас поедем наверное прямо автомобилю по автомобилю ну эконом эконом везде у нас идет пластик здесь у нас какие-то дырочки что-то было прикручено здесь сзади в принципе удобств никаких нет но это я так понимаю идут это скорее всего идут в автомобиле чехлы еще подъезжаем к оживленному такому перекрестку туда да налево 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 ведь и кто кто как то есть чей автомобиль больше черта тот и получается у нас прав назван туда едем прямо вот это у них по года или непогода да папа года она называется это как вам сказать ну вроде как что-то типа наши церкви сюда толпами свозятся туристы вот это уже получается где-то 4 улица до 4 улица могут придет немножко совсем по-другому наверно давайте мы сейчас выйдем здесь пройдем немного пешочком получается цена нашей поездки составила так 64 до 64 тысячи держи 50 50 или на 2 дамы проехали 4 километра 286 метров здесь сто тысяч я ему даю он дает мне сдачу пока я пока так ладно ребят выходим все спасибо выходим итак мы ехали с вами на автомобиле с этой летняя резина под замену под замену hyundai hyundai i10 а вот они те самые кафешки да где питаются именно сами вьетнамцы двери маленькие пластмассовые столики в столике ну здесь реально здесь реально все дешево так ладно далее смотрите стоит у нас mitsubishi но это по моему l200 до стоит левый руль стоит mercedes 400 100 тысяч 10 еще стоит 1 киа стоит 1 киа что у нас тут еще есть он еще что-то стоит у нас беленько не могу никак с ними договориться чтобы они мне открыли автомобили показать говорят не понимать и все chevrolet у нас стоит chevrolet у нас стоит cruz lt вон стоит у нас toyota camry toyota camry пойдемте подойдем посмотрим ее это камри 2 и 5 ну естественно это это стоит у нас левый руль все и одни байки очень много байков toyota vios у нас стоит на чем-то ночью у нас похоже на королла да на королла на бальту чем-то вот она смахивает вот она получается смотрите у них мойка до чисто случайно я увидел эту мойку так кастрол какой-то не кастрол да то здесь можно и помыть и днищу и днище автомобиля мы соответственно соответственно сам кузов в автомобиле из моих у них есть у них есть сервис у них принципе принципе все и звон тоже кафешка у них стоит это у нас это у нас не пойму либо да нет это не авторемонт это что-то здесь фото здесь у нас продают кто-то продает что-то ремонтируют убежит да это какой-то у нас авторемонт байков идет вот масло тут доливают в байке что на меня все смотрят как не знаю на кого здесь что никто не ходит что ли с камера не снимает очень странно что у нас кондиционера продают опять же как живут как живут вьетнамцы ну в центре города в самом городе не чанг я так понимаю не извиняюсь такие какие-то маленькие квартирки но ребята если ты уезжаешь за пределы города уезжаешь за пределы города то там конечно так какие-то гавкают там конечно же есть там ни окон ни дверей там это занавески занавески реально бедно живут и опять же что касается школы некоторые дети входят в школу по 5 по 6 километров расстояние от дома до школа но это опять же у кого нету допустим учить родители нету не байков не великов и а соренто стоит поэтому ну реально несмотря на вот это вот такой вот курортный город курортный город живут они как-то вот не очень хорошо так что это стоит у нас серви хонда серви люк голове туманочки литье кстати основная масса машин у них идет на налетел форда про который я говорил бмв какой-то стоит некоторые машины накрывают свои одевают их в чехлы потому что потому что здесь просто нереально все раз повторяюсь нереальная жара вот на какую улицу мы находимся я что-то запутался 4 5 может 6 здесь как-то вот и движение уже поменьше поменьше людей но немного погрязнее но опять же то есть основная масса это вот кстати цветы да вот цветы у них здесь все живое у них нету на улице искусственных цветов все живое они очень любят цветы но опять же со слов гида да и очень часто делают своим женам подарки вот именно дарят цветы но остальное мусор это просто там принесло получается вечером вечером выйдем на улицу водки видите как тетенька сидит как у тебя сидит они выходят на центральную улицу и продают все все подряд продают так но тоже сейчас как она перейти нам дорогу то ними сигнале да чтоб я был как бы немного поосторожно вот что это стоит люсида стоит ну или сюда прямо отсюда видно бит окрашена шпаклеван и знак обрезанных в трех местах так красненького на что-то интересненькое такое стоит chevrolet spark это стоит вот honda civic новый сейчас покажу тоже мне очень понравился автомобиль этот honda city спорт я его видел вот вижу его второй раз я увидел в темноте ну поверьте в темноте он светится блин он выглядит просто шикарно вообще я даже вот не знаю какого года выпуска скоро у нас они появятся такие вот автомобили тоже гора ну не гараж какой-то парковочка парковка toyota стоит какая-то ну похоже на mazda mpv чем то вот это вот дает а ну вот да вот вам пример вьетнамского дома вот такие вот дома с вставнями не знаю как это хорошо или плохо вот тоже идут жилые дома жилые дома вот с такими небольшими проулочками улочками вы не подумайте да то что я испугался ну я сюда я сюда туда не пойду не знаю что там чего-то можно чего-то можно ожидать в них друзья вот вот у них детский сад как и вот детские сады да они вот все вот такого плана исполнения все там какие-то разноцветные там подсолнушки в руки какие-то на ринсон нарисованы ну реально смотрится круто и дети в сад у них идут по моему ясли с как мне говорили с полутора лет mercedes s200 hyundai honda hr-v он довезли по нашу не так понимаю мотору у них идут 18 до вот этих вот вот этих вот визельный фортунир еще один стоит range мотоциклы такое ощущение что я здесь уже был вот как вам сказать и познаете нашего суриска хотя вам это ничего не скажет то есть куча перекрестков куча всяких небольших проулочков у них здесь есть вот такого плана вот мини грузовички там наподобие suzuka эвари да но это чисто рабочие такие у них идут автомобили видите грузовик стоит стоит окна открыты все открыто у них с воровством проблем у них я так понимаю все таки здесь здесь нету как нас изначально пугали hyundai от узком вот она toyota так ну блин не общем на прямо эти машинки стоят машинки стоят давайте посмотрим что что стоит вот какой-то volkswagen стоит старенький kia cerato стоит еще одна kia стоит hyundai i200 стоит вот mitsubishi expander ну то что его ребят откроет а саму интересно посмотреть что они там наделали переделали внутри автомобиля синие номера то есть все гражданские до белые номера синие номера это полиция полиция и по моему госслужащий камри стоит то есть как нам объясняли если ты кстати скоростной режим они соблюдают по городу средняя скорость 30-40 километров в час за городом по моему 60 что ли или 70 вот ну и также куча камер стоит тоже строй какая-то идет я к чему это веду про номера да то есть за городом видишь машину синими номерами он ее не станет обгонять потому что он не знает либо это это что такое светло lamborghini да боюсь сказать потому что он не знает кто это едет либо эта полиция едет либо это едет просто просто госслужащий так что-то я уже совсем тут запутал заблудился нам по моему надо откуда эти мы сейчас на какой-то другой улице свернем вот сели в другое такси это уже я не обратил внимание что это такое тут уже как-то посимпатичнее идет там бело-черные вставки за все пластик пластик идет мягкий тариф тоже 7000 пробег на автомобиле 80 89 тысяч километров потолок тоже тоже у нас идет пластики пешеходов никто не пропускает как обычно ну и чистенько в автомобиле реально в автомобиле в автомобиле где чистота даже вот здесь подокотник он идет он идет у нас кожаный давайте немного посмотрим просто на что у нас окружает на движение ну еще ребят повторяю вечером обязательно проедем синтаксик посмотрим какое движение такое движение у них идет вечером столбы светятся по бокам все спеть создание все светятся красота просто ну реально она неописуемая вот видите бац и банда выехала на перекресток вот и магазин нам где-то вот недалеко осталось ехать 600 700 метров уже тысяч 15 будет за поездку у нас дендрона нужна гостиница ищем кстати что касается наличных до наличных все приезжают с долларами меняют их на дом где меняют в отелях ювелирных магазинах в обменниках можно снимать деньги с карты но если у тебя обычная карта грубо говоря там российская кто-то должен обязательно предупредить банк банк то что ты едешь за границу и начал при первом снятии денег да карту эту заблокируют ладно мы приехали так ну давайте немного покажу номер до номер тут по моему сколько 20 24 квадратных метра то есть стандартно две кровати единственно чем плюс этого номера вид на море сейчас вид на море покажу телевизор но опять же там вьетнамские каналы шкаф карты кондиционер без кондиционера никуда кондиционер постоянно работает единственно когда ты уходишь номера ты достаешь карту буквально через 10 секунд выключается свет кондиционер не работает карту ставил карту ставил все работает под одежду вещи над каждой кроватью по светильнику ванная комната раковина унитаз ванна все стандартно все обычно единственно вода вот течет ну и как бы уборка здесь здесь каждодневная то есть у я вот уходил да мы уходили здесь был такой бардак постель поменяли постель чистая номер вымыли полотенце положили чистый как бы ну то что допустим футболка где-то там лежала да у меня ее подняли вот сюда вот положили ну и соответственно плюс этого номера да это конечно это конечно вид сейчас вам покажу его тут конечно ничего не сказать ладно увидимся уже в ночном городе друзья вот обещал рассказать про рестораны до рестораны где нас накололи ну во первых давайте так то есть есть все есть какие-то рыбы улитки там моржи и так к россии рыбу у них распространенная дена вон она вот я почему-то все берут омары какие то есть все даже я не знаю что в чем прикол да прикол вот этого ресторана значит у них меню на морепродукты видите цен нету здесь цена есть вот такого плана не хотят меню мы заказали но когда заказывать да когда прежде чем заказывать мы спросили сколько стоит короче говоря значит приносит счет на 4 миллиона 4 миллиона по моему 200 тысяч ну естественно а мы в принципе там грубо говоря ничего не заказали да давай считать пересчитывать и вот есть такие рестораны где у тебя пропечатанная на бумаге идет а есть где вот смотрите готовится такие вот условиях а если вот она вот написала нам просто тупо от руки мы очень долго разбирались короче говоря мы сэкономили 7 миллион нам приписали не понятно что нам приписали кута салат который мы не заказывали нам приписали соус который мы не заказывали салата не было соус до солнцем приносил вот но мы его не заказывали и нам за по моему 200 или за 250 тысяч приписали салфетки да салфетки нам приносили но мы салфетки эти не заказывали в общем кто поедет обязательно разбирайтесь потому что вас могут наколоть практически практически на миллион но тем не менее как бы было все вкусно да вкусно вот и ему понравилось вот они вот такие вот у них бассейны и акула вода же акула тут есть при тебе это все вылавливают опять же при тебе это вот на вот этом чудо гриле чудо гриле все это готовят вот такие вот повара в резиновых сапогах да в грязных штанах вот как-то так ребят но тем не менее тем не менее реально все вкусно не помню про пенсии говорил нет тоже узнавали 200 250 долларов получает получают пенсионеры у них пенсию что касается детей рождается ребенок рождается второй ребенок даются какие-то привилегии вот рождается не дай бог 3 ребенка тебя все забирается и ты еще остаешься должен государству пусть и государству будешь платить деньги за получается за 3 ребенка что касается частных каким там структуру бизнеса да он здесь есть там отеле вот лавочки это грубо говоря все там как у нас как у нас и п вот но у них нету такого то что распродают государственную землю у них все все в аренде у государства то есть вот он стоит продает да он государству платить деньги не куда-то там час на лавочку а именно государству платить деньги за то чтобы он мог спокойно спокойно работать вот тоже самое отеле короче говоря все все и все платят государству так ребят вот я говорил да нас покажем в принципе на каждом все буду сейчас будет ходить продавать пытаться что-то продать и там салютики не салютики блины мороженое вот готовится прям все все при вас мороженое мороженое ходим вторую неделю не можем никак попробовать ой наконец-то магазина польши пищи а дед мороз Красное масло. Далее, значит, продают вот такой вот фрукт, да, фрукт, это называется дуриан, какой-то тропический фрукт, вот он уже разделан, он уже открыт, но, ребята, говорят, его можно есть только с того момента, как ты его разделал, да, что прошло не более 15 минут, иначе он теряет какие-то свойства, точно не знаю, я знаю, что, допустим, его нельзя употреблять с алкоголем, должно пройти какое-то время, потому что там очень много каких-то микроорганизмов, микроэлементов, короче говоря, как нам сказали, там содержится вся таблица Менделеева, и он запрещен, этот фрукт, он запрещен к вывозу, его запрещают проносить в отеле, потому что, как говорят, он вонючий, да, но мы принесли, в принципе, ну, если честно, я его не ел, я его не пробовал, вот, но по ощущениям, как сказали, в принципе, съедобно. Стоимость, значит, 50 тысяч за килограмм, ну, 50-80 тысяч. Ну, и вот, посмотрите, просто вот, какая красота, да, все парки, все, все надписи, все, блин, все светится, вот, то, что на столбе, я говорил, посреди дороги, все абсолютно украшено, это не то, что там новогодний, да, там праздник какой-то, но это всегда у них так, абсолютно всегда, ну, и по движению, да, опять же, то есть, посмотрите, насколько оно стало оживленное. Сейчас мы еще зайдем на пляж, покажу, что на пляже происходит, все равно еще пройдемся, посмотрим, что, чем торгуют, чем торгуют, да, улица. Вот, вот такая вот повозка, не знаю, как она называется, она тоже ездит, она, ну, мы сейчас найдем, которые, они вообще, они вообще все у них светятся, вот. Вот, вот, вот машины поприезжали, видимо, на пляж, на парковку. То есть, заметили, да, стало сигналом больше, прям ду-ду, ду-ду, пик-пик-пик-пик. А, ну, вот она вот едет, блин, не помню, как она называется, вон, видите, едет, светится. По-разному тоже, мы катались на ней, там, 30, там, 50, вон, еще один поехал. Прикольная такая штука. Не, спасибо, друг, не хочу. Идем дальше, там, мы прошли, вот, получается, совсем, совсем чуть-чуть, лучше, вот, готовят омаров. А сколько стоит? Цена какая? 100. 100, да? Вот, 100 тысяч. Ну, это, грубо говоря, 100 тысяч там, получается. А я не снимаю тебя, я не снимаю. Не хочу, чтобы его снимали, стоит 100 тысяч, да, сколько там, ну, под 300 рублей. Но, опять же, приготовлено это все на улице. Кстати, вот, пошел, пошел небольшой дождик. Ребят, смотрите, вот такой поток, поток, и попробуй здесь перейти дорогу. Ну, это реально, это сделать, блин, ну, поверьте, очень сложно. И страшно. Вон, тем не менее, люди переходят. Видели, да, вчетвером на байке поехали. Капец, держуха. Вот, посмотрите, перекресток, да, перекресток. И вот, товарищи пытаются перейти дорогу. Смотрите, семья есть. Четыре человека, два маленьких ребенка, двое взрослых. Вот у нас в России было бы такое движение, да? Что было бы? Привет, привет. Сейчас идем на центральную площадь, ихнюю, да, хотел сказать, Владивостока. Вот, там у них прокат всякие машинки, эти гироскутеры и так далее. Вы знаете, в чем прикол? То есть они подбегают к тебе, не к тебе, а подбегают к детям. Садят детей, а потом начинают требовать с тебя деньги. Мы уже катались, 40 тысяч стоит, по-моему, там 15 минут. 40 тысяч. Вот сейчас я попытаюсь это заснять, как это будет выглядеть. Вот, смотрите, вот подъехал товарищ, подъехал товарищ. А ну вот сегодня спросили, сегодня нас спросили, сколько, ну, будете кататься или нет. А вчера были, прямо в наглую подъехал и все, говорит, давай, вот, все, нас увидели, подъезжая. Да, уже два катит, смотри, смотрите. Вчера 30, но, да, все, 30, 30. 40 тысяч. Все, дети катаются. Ну, как я уже говорил, это их центральная площадь. Вот памятник, вот это здание, это зовется лотосом. Лотосом считается, как, ну, грубо говоря, центр. До моря, тут, до пляжа, в принципе, как и везде, там 10 метров. Очень много людей вечером, утром. Скайлайт 40, по-моему, там четвертый этаж, это видовая площадка на весь Ничанг, на весь Ничанг. Ну, там открывается просто, просто потрясающий вид сверху. Также там находится клуб на самом верхнем этаже. Да, 44 этаж, там. Про Вин Перл, про остров, я говорил, по-моему, днем, да. Вот, посмотрите, как он выглядит. Ночью тоже все светится. Вон, канатная дорога, типа, как эфиревые башенки. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки. Четыре, вон, пятая виднеется. Даринка, осторожно. Тоже все светится у них. Колесо обозрения, да, тоже очень-очень высокое. Так, друзья, ну что, еще один переход через дорогу, да. Как-нибудь, как-нибудь это надо нам сделать. Пока сам не знаю как. Вот давайте, как нас учили, поднимаем руку, да, и пошли. А им пофигу. Вообще. Я говорю, машинам по барабану не пропускают. Вот скорость маленькая, понятно, что вот как-то вот. Быстренько, вот так раз, перешли. Друзья, я все не могу успокоиться. Меня поражает их движение. Реально, просто поражает. Вы посмотрите на это. Я, я не знаю, как это называется. Ну, это, блин, это, короче, жесть. Столько, столько всего. И повозки, и мопеды, и машины, и как они куда разъезжаются, вообще непонятно. Постоянно ходят, ходят, убирают, убирают мусор. Постоянно. Вообще у них в этом месте парковка запрещена, да, но вот почему-то, почему-то они останавливаются. Хюндай, еще один Хюндай, красный, белый, повозка. Вот какая-то старенькая машинешка стоит, Discovery, это тоже Хюндай. Так, ребят, это у нас что такое, с панорамной крышей. Хюндай, а, это Тускон, Турбо. Тойота стоит. Очень, ну, реально, очень много новых автомобилей. Это Фортунир стоял, это Мазда, да, по-моему, была. Еще одна Тойота. Какая-то дискотека. Такси, вот эта Тойота и новая. Вот люди опять дорогу переходят. Потоки байков. Перекресток. Вот небольшой какой-то заторчик образовался. Я так понимаю, это вот из-за отъезжающих таксистов, то, что в дороге автомобили припаркованные. Вот как, вот как в таком движении, как в таком потоке можно ездить, а? Кто-то пропустил, кто-то не пропустил. Кто-то маленький год. Ну, я вынесу, я не буду стоять.